Всем привет! Выводя свой бизнес в сеть, нужно учитывать ряд нюансов, даже таких неочевидных, как длина ссылки. Для обычного рядового пользователя это покажется несущественным, вообще непонятно зачем нужным, однако грамотное сокращение ссылки дает ряд преимуществ. Меня зовут Алена Полюхович и в этом видео мы расскажем вам о том, зачем сокращать ссылки, кому категорически запрещено их сокращать, какие существуют риски для сокращения ссылок, ну и конечно же разберем самые основные сервисы по сокращению ссылок, расскажем об их преимуществах, а также недостатках, так что оставайтесь с нами. Ну и логично первый вопрос, а зачем вообще нужно сокращать ссылки? Ну во-первых, они так смотрятся гораздо эстетичнее, их легче написать в сообщении без потери метки, а также их легче и проще процитировать в соцсетях, особенно в тех, в которых стоит ограничение по символам, например, как в твиттере. Также они просто выглядят более красиво и вы сможете их спокойно передать кому-то голосом или же, например, просто поместите в сообщение и, соответственно, сэкономите тем самым место, а это очень тоже важный фактор. Ну и плюс многие такие сокращенные ссылки, они позволяют отследить небольшую статистику, сколько было переходов по ссылке и такие данные, например, как регион, пол и возраст человека, который переходил по этой ссылке. Согласитесь, что это очень важное преимущество. Давайте перечислим с вами основные этапы, которые происходят при сокращении ссылки. На определенном сервисе, который занимается этим самым сокращением ссылки, есть определенное поле, куда вы вводите свою необработанную ссылку. Дальше начинается поиск по базе данных, ищется была ли такая уже ссылка ранее. Если же да, то вам сразу выдастся конечный результат, а если такой ссылки еще не было, то тогда с помощью хэш-функции будет создан хэш определенной длины. Сформированный хэш снова проверяется по базе данных. Если такое сокращение уже использовалось, то базовая ссылка будет снова преобразована в другой хэш, так как он должен быть уникальным. Ну и вам, естественно, в результате выдастся результат. Вы можете видеть сейчас на примере ссылку, которая очень длинная, состоит из 85 символов. И вот так она выглядит после сокращения всего лишь 22 символа. Это в 4 раза меньше от первоначальной ссылки. Для того, чтобы сократить ссылку, не требуется никаких особых человеческих ресурсов, вам потребуется минимум времени. Все, что вам нужно будет сделать, это выбрать нужный понравившийся вам сервис, вставить эту ссылку и получить конечный результат. Ну а теперь давайте поговорим о таком неприятном явлении, какие же существуют риски при сокращении ссылок. Нужно знать пару нюансов, прежде чем вы активно начнете использовать сервисы сокращения ссылок. Итак, во-первых, если сам сервис становится неактивным, то и, соответственно, вся его база становится неактивной. И, конечно же, все ссылки, которые были получены при помощи этого сервиса, они перестают работать. Во-вторых, есть ряд сервисов, которые могут быть заблокированы в других странах. Ну, к примеру, ВКонтакте заблокирован в Украине, соответственно, лучше не использовать сервис сокращателя ссылок ВКонтакте, если вы хотите отправить эту ссылку кому-либо из Украины, потому что пользователь просто не сможет по ней никуда попасть и никуда перейти. Ну и, конечно, стоит не забывать о том, что злоумышленники могут воспользоваться ситуацией и перенаправить пользователя на нежелательный контент, ведь в сокращенном виде непонятно, куда ведет ссылка. Конечно же, большую часть неприятностей можно очень легко избежать, если вы не будете выбирать первый попавшийся сервис, а будете выбирать его тщательно под свои нужды с оглядкой на безопасность. Поэтому сокращать ссылки можно и нужно, просто подходите к этому с умом. Ну, а мы вам с этим видео сегодня в этом поможем. Ну, а когда же ссылку не стоит сокращать? Да, есть и такие моменты. Ну, во-первых, это в email. Почтовым провайдерам очень сложно отследить, что же там на другом конце ссылки, как бы. Они не знают, возможно, там нерелевантная какая-то информация или же загрузка файла с вирусом, поэтому зачастую такие ссылки просто автоматически попадают в спа. Ну и чтобы такого не произошло, используйте обычные ссылки без редиректора и без всяких сокращений. Ну и для самых важных частей вашего сайта, для навигации, потому что если вдруг сломается или закроется сайт, который сокращал вам эти ссылки, то и, соответственно, ссылки все сломаются, они станут неактивными и придется снова их переделывать. Так что, таким образом, если вам нужно просто скинуть ссылку на какой-то мемчик в рабочий чат или же вам нужен qr-код ссылки или же вам нужно просто, чтобы ссылка не занимала много места, допустим, вы используете ее в презентации или же в таргете определенной соцсети, то, конечно, в таком случае обязательно используйте сокращатель ссылок. Ну или же, если вы хотите отследить статистику по ссылке, сколько было переходов, откуда, какого возраста, то тогда для вас идеально подходит сокращатель ссылки. Ну и не используйте ее, как я уже говорила, в имейлах, на главных сайтах вашей страницы, навигации. Ну и, конечно, если вам, в общем, нужно, чтобы ссылка абсолютно всегда оставалась рабочей, то тогда сокращатель ссылок вам не подойдет, так как я уже сказала ранее, если закроется сервис сокращателя ссылок, то и ссылка станет неактивной. Ну и переходим к следующему пункту, чем отличаются сервисы по сокращению ссылок. В сети вы найдете, конечно, кучу всяких сервисов, которые предлагают вам быстро сократить ссылку и, в принципе, весь принцип работы у них одинаковый, но есть небольшие отличия. Во-первых, это, конечно же, цена и наличие пробного периода, а также наличие регистрации. Есть сервисы, которые предлагают вам бесплатно создать одну ссылку и потом уже зарегистрироваться, а есть сервисы, которые требуют сначала регистрацию, только потом дают возможность создания ссылок. Ну и, конечно же, наличие возможности статистики, ее отслеживания, ведь можно собирать количество переходов и дальше уже сортировать по источнику трафика или же там, например, по геофактору источник трафика. Не все сокращатели ссылок позволяют собирать статистику. Также это возможность работы с API, наличие развернутых инструкций, также возможность брендирования, то есть вам недостаточно просто зачастую сделать короткую ссылку, нужно ее в идеале адаптировать под свою страницу, под свой бренд, сделать ее узнаваемой. Некоторые сервисы позволяют это сделать, некоторые нет. Конечно же, это удобство работы. Некоторые сервисы позволяют сокращать ссылку, используя только их сервис, некоторые же предоставляют возможность это сделать с помощью размещения своей кнопки в toolbar и браузере, то есть вам достаточно просто нажать на кнопку и вуаля, ссылка уже сокращена и готова. Ну и, конечно же, наличие полноценной русскоязычной версии. Конечно, для базовых целей вам будет все понятно и на английском, как бы все просто, но если вы работаете с кастомизацией, с API, но не владеете хорошо английским языком, а нет русской версии, то будет достаточно проблематично. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на стаж работы подобных сервисов. Чем он больше, тем сервис надежнее и вероятность того, что он внезапно закроется и, соответственно, слетят все ваши ссылки, он, конечно, гораздо-гораздо ниже. 30 марта 2019 года Google окончательно закрыл один из самых популярных своих сервисов по сокращению ссылок, но, однако, остались еще другие инструменты, которые также помогут вам в работе с сокращением ссылки, которые мы с вами дальше и рассмотрим, так что поехали. Итак, первый сервис, который мы с вами рассмотрим, это бесплатный английский сервис от компании MMSet от сайта MMSet. Он, в принципе, как мы видим, достаточно простой, в нем нет ничего, кроме поля, куда мы вставляем ссылку, которую нам нужно сократить, здесь нет никакой капчи, здесь нет никакой рекламы, и нам не нужна для того, чтобы сократить ссылку, никакая регистрация, что является тоже огромным плюсом, и здесь есть возможность сбора статистики, сейчас я вам это покажу. Все, что вам нужно сделать, это просто вставить ссылку, если мы хотим отслеживать статистику, то мы разворачиваем вот это вот в поле Further Options Custom URL, выбираем Log Statistics for this link и нажимаем на кнопку, и вот наша ссылка, вот здесь она готова. Если мы хотим просмотреть, точнее получить, например, QR-код, то нам нужно нажать просто на вот эту вот функцию, и перед нами открывается QR-код. Также, если мы хотим просмотреть статистику, то мы нажимаем на вот эту вот ссылку, и она перекидывает нас на ссылку, где внизу вы видите I want to see statistics for this URL. Мы нажимаем на нее, и открывается нам такое поле статистики, где мы видим, сколько было просмотров с момента создания ссылки, сколько было посещений по ссылке на сегодня и за эту неделю. И внизу вот здесь есть дополнительные опции, например, для этой недели, для этого месяца, для этого года, и мы можем посмотреть даже время, просто время или же день недели, платформу, браузер и даже страну, что очень как бы удобно с учетом того, особенно, что нам не нужно ничего другого делать. Так, если я хочу, чтобы моя ссылка имела какое-то конкретное название, то я просто вот здесь прописываю то, что я хочу. Так, и дальше делаю то же самое. Говорит, что я уже использовала эти ссылки. Ладно, окей. Возьмем любую другую ссылку, к примеру. Так, и вот мы видим, что ссылка получила именно такое название, как я задала, как я хочу, как мне нравится. Также в настройках здесь мы можем выбрать функцию только ограничения короткой ссылки только прописных букв, потому что по умолчанию смешиваются заглавные и прописные буквы. Ну и также, как мы видим, ну и также есть функция выбора короткой ссылки произносимой. Это значит, что система подберет алгоритм сокращенной будущей ссылки таким образом, чтобы ее было удобно, по его мнению, произнести просто вслух, не напрягаясь. Если сравнивать этот инструмент с аналогичными ему инструментами, то, конечно, в аналитических возможностях он проигрывает, так как нет, допустим, выбора создания массива ссылок. И для крупного бизнеса, скорее всего, такой сокращатель не подойдет и больше рассчитан на бизнес, который только вышел в сеть. История ранее созданных ссылок доступна без регистрации, благодаря данным Cookies. Так что вот так вот. Ну, с этим инструментом мы закончили и двигаемся дальше. Так, следующий сервис называется у нас Bidjudu, и он был разработан бразильской интернет-компанией Insight, и сама компания выделяет следующие плюсы этого сервиса. Это, во-первых, возможность кастомизировать ссылки, все, что вам нужно, это вот в этом поле просто добавить слово, которое вы хотите, сейчас мы с вами это проверим. Также это возможность регистрации собственного домена. Естественно, здесь тоже есть отслеживание статистики вплоть до стран и городов, что тоже является плюсом и очень удобно. Ну, и, конечно же, огромный плюс это то, что созданные ссылки, как утверждает сама компания, они останутся рабочими навсегда. Ну, а если вы используете платную версию, то можно создавать целые массивы ссылок. Ну, и к аккаунту можно подключить несколько пользователей, что тоже является очень удобным. И да, сервис вы можете использовать как бесплатно с ограниченными функциями, так и можете заплатить. Есть два тарифных плана, это 85 долларов в месяц и 250 долларов в месяц. Разница между первым и вторым заключается в количестве отслеживаемых кликов по ссылке. В первом случае это 30 тысяч в месяц, во втором случае это 200 тысяч в месяц. Так, ну, давайте пробовать. Вставляем нашу ссылку. Так, прописываем в Customize, что мы хотим, к примеру. Подтверждаем, что мы не робот и нажимаем. Не да, если ссылка, если кто-то уже до нас использовал такое окончание по ссылке, как вот мы сейчас, то сервис не даст нам возможности им воспользоваться, так что это нужно учесть. Ну, окей, мы попробуем по-другому. Допустим. Ладно, окей, возьмем какую-нибудь другую статью. Допустим. Так, переименуем. Ну, что ж такое? Ага, очень быстро исходит время. Ага, и вот, наконец-то мы с вами получили ссылку. Первая это наша короткая ссылка, а вторая это трафик, по которому мы можем отследить. Перейдем по нему. И внизу есть также QR-код, что очень удобно для мобильных устройств и полезно. И вот здесь, на этой ссылке, перейдя по ней, мы получаем полную статистику, сколько было переходов, просмотров по ссылке. Здесь также присутствует наш QR-код. Ну, в общем, полная такая аналитика присутствует. Единственный минус этого сервиса, это то, что он работает по незащищенному протоколу, и вследствие чего генерируется ссылка в формате HTTP, а не каждый захочет по такой ссылке переходить сейчас. Ну, и, в принципе, мне кажется, из минусов это все. Возможно, еще дизайн, но, мне кажется, для сокращателей ссылок, чем проще дизайн, тем лучше. Так, ну и следующий сервис Bitly. Один из самых, в принципе, популярных сервисов, как мне кажется. И он нам также быстро, бесплатно, без регистрации сможет сделать короткую ссылку, которую мы также можем, как и в предыдущих сервисах, кастомизировать. Кстати, сервис уверяет, что вот такие персонализированные, кастомизированные ссылки, они дают до 34% больше по ним перехода, чем обычные ссылки. Так, попробуем, ой-ёй-ёй, попробуем скачать. И сервис имеет, правда, также еще платную версию за 29 долларов, если вы проплачиваете сразу за год. И там вы уже сможете настроить более детально под свои потребности настройки. Так, мы сокращаем. И вот у нас коротенькая ссылочка, которую мы можем скопировать. Так, и чтобы просмотреть статистику по ссылке, здесь уже нам придется зарегистрироваться или войти при помощи Фейсбука и Твиттера. Сейчас попробуем с вами это сделать. Ну, так, окей, ладно. Дальше оно предлагает нам выбрать, как мы будем использовать это для работы в персональных целях или же в обоих случаях, ну, к примеру. И проходим дальше коротенькую регистрацию. Так, допустим, сохраняем. И попадаем вот в такое меню, где здесь мы уже сможем увидеть... Так, допустим, мы хотим ссылку нашу снова. Так, можем добавить вот эту вот кастомизацию, как мы хотим. Допустим. И наша ссылка была добавлена. Ее можно, с ней можно поделиться на Твиттере, например, либо можно ее скопировать. Ну, и как мы видим, вот здесь у нас есть тарифы, которые нам доступны, базовые за 29 долларов в месяц, либо же премиум за 200 долларов в месяц. А если вы используете бесплатный тариф, то у вас ограничено количество возможностей кастомизации ссылки самой. Так, следующий сервис называется Tiny URL. Это один из самых известных и старых сервисов, один из самых популярных. Он еще начал свою работу в 2002 году. И с ним даже какое-то время работал сам Твиттер. Сервис не требует от нас никакой регистрации, он полностью бесплатный. И поэтому, как мы можем видеть, он просто пестрит тут всевозможные рекламы. Этот сервис скорее подойдет просто обычному пользователю или же небольшому виду бизнеса. Так как он не поддерживает никакой автоматизации процессов, он не дает никакого массива статистики. Поэтому ничего, кроме как просто создать сокращенную ссылку. И как здесь вроде бы есть возможность прописать, кастомизировать ее. Здесь больше никаких функций нет. Ну сейчас мы с вами как раз это все и проверим. Так, я прописываю. Так, и нажимаем Make Tine URL. Ну и как мы видим, почему-то кастомизация тут не работает. Хотя было заявлено, что она работает и есть целое поле. Ну окей, ладно, тогда попробуем сделать просто хотя бы короткую ссылку без кастомизации. Да, без кастомизации все работает. Ссылка у нас получилась обычная, короткая. Ну вот, как видите, есть такой небольшой косяк. Почему-то кастомизация здесь не работает. Но если вам это и не нужно, вам нужно просто сократить ссылку, то для этих целей этого сервиса хватит выше крыши. Так, следующий сервис называется U2. Он полностью русскоязычный. У него такой вот, мы видим, минималистичный дизайн. И он также бесплатный. Мы можем просто сократить ссылку и сделать это прямо сейчас. Но если мы хотим отслеживать полную статистику переходов по ссылке, то нам необходимо будет зарегистрироваться. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, как она просто сокращает. Ну, в принципе, ничего такого сложного. Можно просто сократить. Никак кастомизировать ее нельзя, если мы не авторизированы. Поэтому сейчас попробуем с вами авторизоваться, зарегистрироваться. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, здесь, как вы видите, просто огромная форма для заполнения. С e-mail, с паролем, с датой рождения, где вы проживаете и так далее. Это еще необходимо подтвердить e-mail адрес. Сейчас мы это подтвердим. Посмотрим, доступна ли нам статистика. Так, ну что, наконец-то я прошла эту огромную долгую регистрацию. И могу сразу сказать и отметить, что это максимально неудобный сервис по регистрации. Из всех, которые мы предыдущие с вами прошли. Здесь куча форм обязательных для заполнения. После этого вы проходите подтверждение. После этого вы попадаете на новую страницу, где создаете новый пароль. Подтверждаете пароль. В общем, здесь сразу мы снимаем несколько звездочек. Ставим минус в этом пункте. Ужасная регистрация. Не захочется уже отслеживать никакую статистику по ссылкам. Просто потому, что регистрация действительно очень долгая и напряжная. Ну, в общем, ладно, мы сейчас посмотрим. Да, сокращаем ссылку и у нас появляется вот здесь окошечко статистики, куда мы можем перейти. Посмотреть переходы, реферы, страны, браузеры. Тут также доступен день, неделя, месяц, либо же за все время. Ну, в принципе, это и все, что может данный сервис. Но так как здесь действительно очень длинная и утомляющая регистрация, то вот я, пожалуй, понижу его в рейтинге. Мне кажется, можно найти другой сервис получше, где нет такой адовой регистрации для того, чтобы просто просмотреть статистику. Ну, а в целом, если вам нужно просто сократить ссылку, то этот сервис достаточно для этого подходит, и вам не нужна никакая регистрация. Просто вставляете ссылку и получаете короткий URL-адрес. Так, двигаемся с вами дальше. Следующий сервис CutAs, и у него существуют две версии. На первой версии, которую мы с вами видим, она работает как обычно. Мы просто вставляем нашу ссылку, прописываем окончание, какое мы хотим, нажимаем Cut, и получаем нашу ссылку с заданным нами окончанием короткую, и также обычный QR-код для мобильных устройств. Ну, а вторая версия этого сервиса, она помогает нам из нескольких ссылок сразу объединить их одним каким-то хэштегом. Вот, например, я вставила три разные ссылки, прописала HelloBlog, нажимаю Go, и получаю сразу три коротких ссылки, которые объединены одним хэштегом. Ну, и как бы на этом функции данного сервиса заканчиваются. И, в принципе, как сокращатель он неплох, особенно порадовала вот эта вот функция с тремя разными ссылками. Ну, из минусов можно отметить, это единственное, что интерфейс у него не русскоязычный, поэтому, если вы не знаете английского, то будет, наверное, не очень удобно. Ну, и, конечно, еще из минусов, это то, что если вам нужно отслеживать статистику, данный сервис эту функцию не предоставляет. Так, следующий сокращатель, это непосредственно официальное приложение от ВКонтакте, то есть вам необходимо быть зарегистрированным пользователем. Но, если вы не зарегистрированный пользователь, вам кто-то прислал ссылку, которую сократил с помощью этого сервиса, ничего страшного, использовать вы ее можете. Так, мы вставляем ссылку, здесь мы можем сделать статистику ссылки, видна только нам, если мы хотим. Так, нажимаем сократить, и нам сокращенная ссылка вот здесь показывается. Также в формате QR-кода показывается ссылка, как и в предыдущих сервисах, что полезно и удобно. Мы можем ее скопировать, вот здесь можем показать QR-код. QR-код доступен в формате PNG, как вы видите, и SVG. Ну, из минусов, наверное, то, что нужно действительно быть зарегистрированным пользователем ВКонтакте, чтобы им пользоваться. Ну, и все, кстати, нам ссылки, которые мы недавно сокращали, вот здесь, внизу, они будут показываться, мы сможем их видеть. Ну, и мы можем статистику ссылки, видна только вам проставить, и по умолчанию просто статистика будет видна всем, а если мы этого не хотим, то мы вот нажимаем эту кнопочку. В принципе, максимально простой сервис, очень быстрый и удобный. Так, следующий сервис называется Clicker, это сервис от Яндекса, официальный, он его запустил еще в 2010 году. Максимально простой интерфейс, максимально все понятно, вот тут у него есть для настоящих гиков использование API. Так, ну, мы сейчас посмотрим, как он работает. Так, почему-то он не может сократить нам эту ссылку, ладно, возьмем какую-нибудь другую, ничего страшного. Пока посмотрим, для настоящих гиков он нам предлагает вот такую целую, какую-то замудренную инструкцию. Ну, мы вернемся пока к ручному добавлению. Так, возьмем вот эту ссылку. Ну, ладно, окей, допустим, возьмем эту. Странно очень. Ага, вот, оно наконец-то у нас сократилось. И здесь есть QR-код точно так же, ну, и внизу стоит инструкция, что мы можем ее, можем ее также еще поделиться. Вот здесь ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКАХ, ТВИТЕР, ФЕЙСБУК, МЕЙЛ, МОЙМИР и ВЖЖ. ВЖЖ можем сразу поделиться данной ссылкой. Ну, и больше, в принципе, мы ничего сделать не можем. И, кстати, огромный плюс этого сервиса от Яндекса, что, несмотря на то, что он от Яндекса, то нам не требуется быть зарегистрированным в каких-то других продуктах Яндекса для того, чтобы воспользоваться этим сервисом. Можно просто перейти и сократить нашу ссылку. Так, следующий еще один англоязычный сервис по сокращению ссылок, это LinkedIn. И здесь мы сразу видим, что здесь куча-куча баннеров, всплывающие рекламы. Ну, и нам нужно залогиниться для того, чтобы создать короткую ссылку бесплатно. Поэтому сейчас мы пройдем все эти, надеюсь, не круги ада. И я покажу, что может этот сервис. Так, регистрация здесь была не так ужасна, как в предыдущих случаях. Все очень быстро проходит, очень мало полей для заполнения. И после этого вы можете вставить сюда ссылку, которую вам необходимо сократить. Вот здесь также прописать ее название. И из плюсов вы можете создать пароль для этой ссылки. Ну, и нажимаем Create. И вот получаем нашу ссылку, которую мы можем скопировать, чтобы кому-то отправить. А также вот здесь мы можем проследить статистику по этой ссылке. Вот здесь ее трекинг, ID, сколько было кликов сегодня, ее пароль и ее размещение. Так что из плюсов можно выделить это то, что можно ссылку защитить паролем. Кстати, у этого предложения есть еще также платная версия для тех, кому нужно создать более пяти ссылок быстрых. Или же быстро с помощью API создавать до пяти тысяч ссылок в месяц. Но для обычного сокращения быстрого, там одной-двух ссылок, достаточно и обычной базовой версии. И, кстати, у этого приложения есть еще также расширение на хроме, что очень удобно. Вы можете его себе установить и просто с помощью одного нажатия кнопки сократить любую ссылку. То есть не заморачиваться с регистрацией и вхождением на этот сайт, что является также дополнительным плюсом этого сервиса. Так, следующий инструмент называется Rebrandly. И нам нужно зарегистрироваться для того, чтобы его использовать. Мы это уже сделали. Нам нужно нажать на New Link, добавить нашу ссылку. Здесь либо оставляем домен, как есть, либо же задаем свой собственный, регистрируем. И прописываем то, что мы хотим видеть. Можем и Create Link. Можем добавить еще, кстати, UTM-метку, если нам это нужно. После того, как ссылка создана, мы можем посетить ее. Либо же скопировать, либо же поделиться. Вот здесь есть точно так же QR-код. Либо же мы можем вообще ее удалить, если она нам не нужна. Здесь, что касается тарифов. Они есть. Вот здесь, во-первых, вы можете видеть все свои предыдущие ссылки, которые вы настраивали. Так, по тарифам. Заходим, смотрим. Они есть. И от 20 долларов начинаются в месяц, 69 долларов в месяц, либо же целых 500 долларов в месяц. Он поддерживает гибкую настройку ссылки, также их брендирование. 301-ый редирект, что очень важно для SEO. И можем мы отслеживать любую статистику по переходам, подключить несколько членов команды, что также очень удобно. Или же прикрепить собственный домен вместо того, что он нам предлагает. Также использовать UTM-метки и генерировать три варианта адреса. Ну, все это нам доступно, конечно, если мы возьмем платную версию, допустим. Так что, да, придется за это заплатить. Ну, и вот, допустим, я хочу создать там какую-то новую ссылку, да, и хочу выбрать свой собственный домен. То за, ну, во-первых, я изначально вставляю название. Дальше оно подходит, рекомендуют мне какие-то там названия, но вот вы видите, здесь все это стоит денег, поэтому, если вы хотите свой брендовый домен, то придется еще и заплатить. Так что сервис как бы неплохой, но все расширенные функции, они платные, так что имейте это в виду. Вот здесь вы также можете, нажав UTM-метки, то вы можете вот здесь выбрать имейлы, фейсбук, линкедин, пинтерест, смс-телефон, твиттер и ватсап. И вот здесь оно предлагает вам выбрать либо же просто короткое название ссылки, либо же случайное, либо же SEO-дружественное. То есть вы также можете выбрать любое, оно будет загружаться, и вот, чтобы вы могли, наверное, прочитать скорее. Окей, у нас эта ссылка уже типа создана. Ну, так что очень крутой, в принципе, сервис, UTM-метку можете присобачить и выбрать варианты того, как будет читаться ваша сокращенная ссылка. Но очень много платных функций, повторюсь. Так, следующий инструмент называется ToClick. Для его использования, он на русском, во-первых. Во-вторых, для его использования необходима регистрация, которая проходит очень-очень быстро. После регистрации вы попадаете вот в такое вот меню. Что мы можем сделать? Нажимаем создать ссылку. Вставляем нашу ссылку. Так, прописываем имя. Мы можем вставить пиксели, но мы можем их вставить, например, в пиксели от Фейсбука, но это только доступно в платной версии. И мы можем закрыть статистику от всех, ну, либо же не закрывать. И нажимаем создать. Ага, у нас уже такая есть ссылка. Окей, ладно, возьмем какую-нибудь другую. Здесь есть, кстати, и API, и пиксели, и домены, панель управления. Так что будет чем заняться. Так, заходим. Вставляем. Вот создалась наша короткая ссылка. Вот здесь точно так же есть QR-код. На время нашего создания закрыта статистика или нет. Вот здесь можем зайти в пиксели, и мы увидим, что это платная опция. Оплаты. Можно посмотреть тарифы. Начинаются они от 990 рублей за 1000 ссылок в месяц, с безлимитными переходами, кастомными ссылками, редактировать можно ссылки, привязка пикселей, и подключение двух доменов, и настройка SSL. За 4990 рублей мы получаем 20 тысяч ссылок в месяц, 5 запросов в секунду в API, 5 пользователей, и плюс все остальное из первого плана. И также есть третий пакет бизнес, стоит он 19 тысяч 900 рублей, 500 тысяч ссылок в месяц, 10 запросов в секунду в API, диплинки, ну и все оставшиеся из других планов. Ну и, конечно, есть еще также API и Telegram Bot. Вскоре планируют еще интеграцию со Slack. Так, можно здесь также посмотреть наши ссылки, которые уже были сокращенные, которые мы до этого сокращали, посмотреть их статистику. Клики вот здесь внизу будут топ-10 источников, топ-10 платформ, топ-10 стран и топ-10 языков, а также топ-10 шерингов. Трафик ботов будет вам также доступен для того, чтобы посмотреть. Ну и помимо уменьшения длины ссылки, то Клик предлагает нам кастомизацию короткого URL под ваш домен. Правда, это опять же платная функция и возможность учета пикселя таргетированной рекламы. Вот, в принципе, он подойдет для бизнеса. Если вам достаточно просто сокращать ссылки и отслеживать статистику, то вам подойдет бесплатный тариф. Регистрация очень простая, повторюсь. Ну и также можно выбрать более дорогой тарифный план для других ваших целей. Так, следующий сервис называется Клик Метер. Он работает с 2012 года и подойдет скорее для опытных маркетологов, чем для новичков. Он на английском. У него также полно функций. Вы можете не просто сократить ссылку, а и добавить там, например, название своего бренда. Также вы можете делиться своими доступами к аккаунту со своими партнерами. И даже есть такая функция, как вы можете скачать отчет со своим собственным логотипом. Ну и, конечно, предоставляется статистика. Можно отслеживать поведение пользователей на сайте. Так, и можно завести даже до 100 мук банков. И есть интеграция с популярными браузерами, я вижу. И также особое внимание они уделяют защите от мошенничества. Но что касается именно вообще самого сервиса, платный или бесплатный, то он, к сожалению, полностью платный. Бесплатной версии нет. Вы можете использовать такой, скажем, пробный период. Но заключается он в том, что если вам не понравится сервис, то они вернут вам деньги. Но заплатить изначально все равно придется. И стоит это удовольствие, начиная от 30 долларов. Так, сейчас посмотрим. От 30 долларов в месяц. 99 долларов в месяц. Или же 349 долларов в месяц. И это, конечно, недостаток его. Но данные хранятся в течение трех лет. Если вы все-таки будете работать и решите купить себе какой-то тарифный план, то данные никуда не денутся в течение трех лет. Ну и, соответственно, если вам нужно просто сократить ссылку, то платить 30 долларов за месяц это бессмысленно. А если у вас есть какой-то бизнес, и вам нужно часто использовать сокращатели ссылок, то, в принципе, можно попробовать попользоваться и им. Так, следующий сервис T2M. Он, к сожалению, стал полностью платным. Даже для базового версии стоит это 5 долларов на один раз. И у них есть также, как бы, такой пробный период. Это вернем вам деньги, если вас что-то не устроит и не понравится. Но бесплатной версии, к сожалению, нет. Он на английском. И он также поддерживает не просто создание ссылок, но и их брендирование, персонализацию. Также возможность быстро поделиться в соцсетях, QR-код для мобильных устройств. Все это у него есть. Вот здесь даже можем увидеть целый список. Поддерживает он 404 Redirect. И также он защищает паролем ваш URL. Есть у него такая возможность. Ну и, конечно же, собирает статистику. И вот здесь мы можем увидеть, какая статистика доступна для каких тарифов, что недоступно. Ну и, конечно, можно создавать, есть доступ к API и возможность создавать целого массива ссылок. Но, к сожалению, платный сервис, даже для того, чтобы просто один раз попробовать сделать, нужно заплатить 5 долларов. Следующий сервис, который называется GoSoo, он бесплатный. Есть дополнительные опции, как кастомизация ссылок, например. Сейчас я пропишу. Можно закрыть его от индексации, кстати. И можно придумать ему также пароль. И нажимаем сократить. Окей, алис существует. Добавляем новый. И ждем. Ну, грузится он, конечно, не очень быстро. И готово. Наша ссылка сгенерирована. Мы можем скопировать, можем и поделиться в соцсетях. И также есть QR-код проекта. То есть, ничего такого сверху он не предлагает. Просто самый обычный сокращатель. И у него еще, кстати, есть бесплатное расширение для хрома. Так что можно установить. И с помощью одного клика всего лишь сокращать абсолютно любую ссылку. Если рассматривать техническую сторону всех этих сервисов, то как бы принцип довольно прост. Вы берете ссылку, вставляете ее и получаете через секунду короткий URL. Ну, естественно, разница кроется в цене, в регистрации, в каких-то дополнительных функциях. Ну, а со стороны бизнеса вы должны следить за тем, чтобы сервис умел брендировать ссылку, создавать QR-код ссылки, работать с массивами ссылок. Также, чтобы он позволял отслеживать статистику по переходам на этих ссылках. Ведь это очень важно. Ну, и еще неплохо поддерживать 301 Redirect. И, конечно, долго хранить ссылки. На этом все. Если вам было полезно этот урок, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, вступайте в нашу телеграм-группу. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их, и мы ответим на все.